Ну все, принимайте. Мы рады вас приветствовать в нербийской земле. Принимайте наш хлеб, соль. А соль-то куда мы делим? Соль? Вокая. А, в хлебе соль. Это хорошо. Да. Это на стомбуре. Знаешь, что это все? В стопке. У нас лучше молочка, спетанка. Да. Я думаю, что мы попробуем с вами. И сильно молочный завод очень хороший. У нас же Ильбийский район, они молочная территория. То есть в Свердловской области самое большое производство молока и всего. Поэтому завод наш сохранен. Завод, он просто работает. Государственные предприятия. Оно работает хорошо. И качество хорошего молока. И всех продуктов. Натурально работает. Не на каких-то порошках. Ну, из месяцев не добавляет? На лаком. Ну, для каких-то этих продуктов. Да, добавляется. А так йогурт и все там. Морозное очень вкусно. На импортном оборудовании? Ну да, импортное оборудование. Там расфасовка. У многих интерес к этому заводу большой. Мы приехали в прекрасный город Ирбит. И сейчас я хотела бы побеседовать немного с главой этого участного города. Да, ну, во-первых, я рад приветствовать этот автопробег. На территории нашего старинного города, Ирбит, мы насчитываем 381 год своей истории. И в городе Ирбите просто большая такая история ярмарки. И культура города Ирбита, она во многом связана и с историей ярмарки, и вообще с развитием торговли. Между Европой, Китаем, Сибирью. И здесь всегда какой-то особый менталитет. Когда мы проводим Ирбитскую ярмарку, люди говорят, народ какой-то у вас даже не торгуется. Видно, люди такие вот приветливые. Добрые, открытые. Да, поэтому мы, развивая вот сегодня вот такое направление, развитие туризма, оно для нас очень важно, потому что это развитие экономики. Сегодня туризм, он дает доходность второй, наверное, после нефти. И вот чем больше у нас будет такое общение, когда мы будем ездить, делать пробеги, автопробеги, мотопробеги, это будет сближать народы наши, будет сближать нас именно и понимать, какая культура у нас, развивать это, поддерживать. И самое главное, мы же для того, чтобы поддерживать нашу культуру, наши музеи, наши старинные здания, историю, да, это обязательно. Потому что даже я сегодня уже сказал, я свой диплом, я вот 20 июля защитил диплом по тематике развития однокультурного потенциала города Ирбита. Защитил на отлично, потому что я вижу, какой потенциал сегодня у города Ирбита и вообще у городов российского, наших городов. Если во всем мире там путешествует, по-моему, порядка двух миллиардов людей, то в России это людей, путешествующих и приезжающих в нашу страну очень немного. Нам надо создавать инфраструктуру, нам надо создавать тур, проекты и двигать это дело. И я так понимаю, многим людям, которые приезжают, им интересно. А в городе Ирбите есть что посмотреть, хотя у нас, конечно, есть проблемы и дороги, как во всей России, и средств не хватает на памятники. Но мы знаем, как это делать, потому что во всем мире есть опыт, не надо ничего изобретать, он уже есть. И мы вот этот опыт должны раздевать, продвигать. Поэтому я рад, что сегодня автопробег в городе Ирбите. И я думаю, что он будет традиционный. Мы готовы вас встречать, а условия для этого у нас есть. Замечательно. Приглашаем на Ирбитскую ярмарку, которая пройдет с 17 по 19 августа. Десять лет, как мы ее возобновили. Ирбитская ярмарка, которая пройдет в городе Ирбите. Я вот зашел, увидел коврик, вспомнил сразу свое детство. То есть еще в дошкольном возрасте я лежал у меня на стене, возле кровати, висел точно такой же коврик, три богатыря. Каждое утро я просыпался и трогал их. Поэтому это возвращает нас в детство, в историю. И воспитывает в нас дух, что мы живем в Руси, и это нельзя забывать. Поэтому то, что делает Михаил Иванович, и достойно уважения. Большое спасибо, что вы нас приняли здесь. Мы едим прекрасную еду, которую приготовили прямо при нас, в русской печи. Мы все россияне, помимо гостей и святая, любим и уважаем дух. Спасибо вам. Спасибо. За русскую душу. За русскую культуру. И что надо ее... Нашу троекратную Михаилу Ивановичу. Ура! 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 А как говорят власти уже лет 30, я помню, Россия сильна регионом, работает, трудится, держит Россию. Вот наглядный пример. Вот куда-то сюда доходишь, ощущаешь, что здесь Русь сохранилась. Здесь духовность, значит все остальное может быть. За вас, имена такие благородные. Геннадий благородный, Михалыч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо!